Итак, всем привет, с вами Дабгай, а если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. А мы начинаем играть за Италию, но Италия у нас будет непростая. Как вы уже можете знать из названия видео, скорее всего, мы будем приводить к власти мафию. Скоро вы увидите, как это будет происходить, а мы начинаем. Вот у нас лорный винтик именится, ничего такого. Все, в принципе, достаточно известно. Сейчас у нас по фокусам ничего не доступно, кроме развития армии. И тут с мафией что-то разбираться, но мы и есть мафия, наверное, нажимать смысла нет. Тем временем, я думаю, пройдем по военным фокусам вот здесь. А как у нас откроются вот эти фокусы, будем, конечно же, идти по ним. И постараемся как можно быстрее напасть на вот эту Италию, а дальше будем смотреть. Кроме того, вот здесь вот в синдикатах я поставил тоже приход к власти мафиози, если вдруг они победят, да, там уже как получится. И вот здесь вот тоже мафиози, ну, триады. Потому что, а почему бы нет, если мы играем за мафию, можно и там поставить каких-нибудь мафиози. Было бы, я думаю, прикольно. Тем более, что они почти никогда не приходят к власти. Вот нам представляют местные различные партии, нео-санфидисты какие-то. Неприятно, но что поделать. Вот у нас, кстати говоря, есть Муссолини. Муссолини с ним хочет поговорить. Муссолини это тоже один из путей. Тут следие фашистов. Да, мы их помним. Мы, конечно же, будем сопротивляться. Я думал поиграть за Муссолини. Но на самом деле, я думаю, более шерезовый путь более интересен для нас. Что, кстати говоря, очень интересно. Мы начинаем сразу с военной экономикой. И у нас поэтому начинают сразу, кстати говоря, и командные вот здесь. Тоже, кстати, приятный баф. Да, это считайте свободный торговый. Мы не отдаем никакие ресурсы. Там последований только на 5 меньше. Очень круто, кстати говоря. Так вот, у нас вот каждый 100, там, 20, по-моему, дней будет падать 5 стабильности. Но я думаю, это нормально. Тем более, что это падает базовая стабильность. А у нас вот здесь вот потом будет стабильность неделю. Так что все это вернется. Можно посидеть вместо этого на военной экономике. Итак, черные рубашки. Там он легион еще есть какой-то. А в Италии здесь очень много, на самом деле, путей. Я даже, когда сел, удивился. Здесь прям, видите, 5 здесь. Ну, еще, наверное, 3 вот здесь, да. И, может, какие-то еще скрытые, я не знаю. Так что достаточно много. Но, конечно, нам интересен только наш. Так, легион пробуждения. Я думаю, мы предупредим их спонсоров о том, что не надо их поддерживать. Зарождение в Паши тоже идет. Но мы их тоже будем душить. Не в нашу смену. Итак, группа ЮАР еще что-то тоже интересное. Но мы боремся со всеми. А вот оценка армии, гвардии. Можем поддержать красную гвардию, либо сделать красную армию. И мы, конечно же, будем делать красную армию. Потому что, ну, там просто безумные сильные бафы по сравнению с гвардией. Здесь они по мелочам. А здесь у нас плюс 15 арги просто на старте. Планирование. Потом еще бафы, еще бафы, еще. Вот потом у нас будет разведка дополнительная. Кто-то, конечно, здесь чуть-чуть поинтереснее. Вот, типа, здесь вот уникальные бафы. Но, я думаю, однозначно красная армия сильнее красной гвардией. Так, рост поддержки фашистов нет. Мы будем поддерживать крестьянство. Мы не дадим фашистам каких-то себе сторонников перемайнить. Кроме того, у нас теперь есть опыт армейский. Сразу мы ставим себе профессиональный корпус. И сразу делаем свою классическую дивизию. У нас только чуть-чуть не хватит опыта. Но это фейк информация. Это просто мне считается, что мы удалим. Здесь вот бригады, но мы их не будем удалять. Вот такая вот будет классическая дивизия. Здесь мы удаляем, потому что это все нужно переделать на нормальные дивизии. Сразу сделаем сюда иконочку. Вот так. И поехали обучать, сколько получится. Покушение у нас имеется. Арестовать его сразу, конечно же. Крестьяне хотят еще поддержки. И да, конечно мы им ее окажем, чтобы фашисты не получили поддержку. Сначала уходят в подполье, но мы, конечно же, назначаем следователей. А вот и крестьяне успокоились и даже вернули нам немножко кэшбэком политку. И в принципе даже сверх кэшбэка, я бы сказал, даже чуть-чуть заработали. Но самое главное, что фашизм в нашей стране не поднимется. И вот оно. Фашисты не смогли сплотить массы. Отлично. Красная армия создана. Идем дальше в централизированное командование. Нам нужно будет 1 апреля. Слушайте, давайте сразу, наверное, сюда и пойдем. Да, не будем терять время. Сразу у нас сейчас будет 1 апреля. Смерть там еще одного парня. Факин потух. Очень интересно, на самом деле нет. Начинаем 4 съезд сразу. Так, съезд вошел. За работу. И теперь нам нужно сделать так, чтобы ни одна из сторон не получила большинство. То есть выбрать по одному и с каждой стороны. Итак, экономическая политика, тотальная индустриализация. Дальше. Внутренняя политика. Поддерживаем профсоюзы. И религиозная политика. Мы поддерживаем радикальных социалистов. О, нет. Как так? На большинство не было достигнуто. Черт. И марш на Няполь. Здесь, видите, есть разные варианты. Но мы уже знаем. Мафия берет на себя рушищееся государство. У нас меняется полностью правительство. И наш руководитель. Криминальный авторитет. С правительством Макс эффективно, кстати говоря, приятные бафы. Здесь у нас парень на поддержку войны 15, стабильность 5. Тоже приятный парень. Здесь вообще 5 атаки дается. Классно. Единственное, вот здесь вот у нас минус ресурсы. А вот здесь вот у нас минус скоростателение, минус политика. Но в целом 5 атаки, кстати говоря, тоже приятный баф в путях. Путя Мафии. И сейчас мы закончим вот этот вот фокус. И пойдем мы уже в государство Мафии. Итак, оно есть. Государство Мафии у нас сразу пропустилось. Можно пойти сюда. И здесь, смотрите-ка, ресурсы. Сталь. Сталь, вайфрам, алюминий. Классный ресурс. Я бы их взял. Что здесь у нас есть? Стабильность, политка, стабильность. Да, наверное, нам стоит сначала вот это взять. Здесь стабильность неделю. Есть вот это все. Очень классно было бы сразу начать это качать. Это тоже приятно. Но чуть-чуть попозже. Хотелось здесь две фабрики. Не, ну давайте начнем со стабильности, да, уже набирать будем потихонечку. И потом пойдем туда в две фабрики. И потом уже, да, заберем вот эти все бафы. Вот это все. Действительно говоря, есть фокус наказания мафиози. А, это какой фокус? Что это можно взять, если мы возьмем наказание мафиози? А, все, я понял, надо здесь по центру. Вот я думал, что-то он странно сделал. Окей, тогда сделаем здесь все, потом сделаем военные фокусы вот здесь и начнем уже атаку на Италию северную. Так, порицание папа Римского, пия 12-го. Ага, мы должны осудить его как потенциально опасность для нашей нации. Но люди могут быть расстроены. Мы должны договориться с этим новой папой. Слушайте, а стол политки терять как-то неинтересно, честно говоря, да? Поэтому давайте попробуем договориться. Ну, просто не будем терять стол политки. Посмотрим. Надеюсь, это не аукнется нам никак. Вот и первые наши дивизии подходят к концу подготовки. Давайте вот так вот их задеплением всех. Здесь уже они, в принципе, все готовы. Только не у всех будет хватать артиллерии сразу. Потому что у нас здесь, ну, есть некоторые минуса, да? Надо было так вот сделать в идеале. Ну, уже можно задеплойнуть и начать готовить. Что у нас по генералам? Кстати говоря, есть юридор Джузеппе. Джузеппе выглядит привлекательно. Фильмарш у нас тоже выглядит, кстати говоря, не так-то и плохо. У него статы, конечно, такие себе. Но у него, в принципе, вот этот стат хороший. Есть планирование. Вот здесь вот есть припасы. Главное, блестящий стратег. Так что, наверное, мы его и возьмем. Там Джузеппе, наверное, вот сюда. А Фильмаршала вот сюда. Ну, как-то так, пускай они и выглядят. Что-то меняется. Непонятно, как будто кто-то умер. Не очень понятно, но ладно. Пуган наноса есть. Стабильность у нас пошла. Просто думаю, защитный рэкет, чтобы 0,5 стабильности качалась. Да, у нас еще очень многое надо откачать. И еще и минус ТНП. Что нам тоже вполне себе подойдет. Опять стабильность эти. Будем терять. Нам будет плевать. Так, обеспечение лояльности. Некоторые еще соправляются нашему рэкету. И оплоты сопротивляются. Но это лишние маленькие неудобства. Мы легко можем дать приказ, как маффи, так национальной армии подавить их оболчанцев. Отлично. Итак, защитный рэкет есть. Там еще что-то происходит в этом Китае. Точнее, ничего в Китае не происходит. А у нас нам накинули еще палитку. Давайте сразу возьмем здесь командующего. Сразу опыт будем фармить. Тут атака, тут атака. У нас еще атака вот здесь. Мы очень жестко атаку разбафаем. Если в игре Микнат даже победил вот эту вот первоначальную страну. У него есть один военный завод. Может, они даже победят. Но, как правило, сложновато. Надеюсь, здесь есть добровольцы. С добровольцами обычно успехи какие-то бывают. Получаем мы по 0,45. Ну, говорят, что-то уменьшилось. А, армии исключения стали меньше. Я понял, типа, неплохо. Мы так прирост опыта армии сделали себе уже. В принципе, доктрина выкаченная. Я думаю, будет, по крайней мере, на какой-то уровень к моменту войны с Италией. А там дальше посмотрим, на чьей стороне мы будем воевать. Теперь здесь берем себе стабильность и фабрики. Вот стабильность уже пошла расти очень-очень хорошо. 0,7 еженедельное изменение. Это круто. Да, там пышечка тоже у нас всего 2 завода, 16%. Сейчас еще от стабильности 5 будет. Будет, конечно, красиво. И дивизия у нас тоже начинает потихоньку деплоиться. Это тоже очень важно. У нас будет достаточно большая, ну, для Италии, по крайней мере. И при этом очень профессиональная армия. А здесь у них, видите, не совсем полная дивизия 1-11. Ну, это как будто нормально по количеству. Но по ощущению, там, скорее всего, тоже будут не заполненные двадцатки. Значит, можем сделать единую командную структуру, что еще 10 опыта армии нам даст сразу. Давайте это и сделаем. И у нас прям суперфарм пойдет. Я думаю, построим еще буквально эти 2 фабрики. И после этого все военные заводы. Так, есть цепи законов заточены в камне теперь у нас. Давайте-ка что, откроем операции на севере, наверное, чтобы вот сюда пойти. А теперь у нас еще хватает артиллерии на поддержку. Артиллерии, наверное, даже становится чуть-чуть больше, чем нам надо, как будто. Давайте сделаем все-таки вот так. Вот и вторая американская гражданская война поехала. Окей, так эти все ребята опущаются сейчас. Нам нужно теперь намного больше винтовок. Но у нас на винтовке будет сейчас целый фокус 7,5 тысяч нам дадут. Так что я за них точно не волнуюсь. Итак, смотрите, кабанские это центры, где богатые веками хранили свое богатство. У кого-то контролируется государство. И они должны присоединиться к новому образу жизни. Да, они теперь все отмывают нам деньги. И которые откажутся от новой практики, скорее всего, потеряют владельца. А больше денег без фабрика и стабильность? Приятно. Мы сейчас получим аж три военного завода. Причем один из них вне карты будет всегда находиться. Так что я бы сказал, прям очень-очень это все вкусно. Возвращение на Сицилию. Так, дом мафии у нас здесь находится. Нам пришлось идти на север. Плюс 20 политки. Отлично. Да, это наша крепость. Итак, есть у нас торговля. Можем сюда пойти еще в стабку. Еще в ВТНП. Наверное, сразу так и надо. И мы очень-очень быстро себя заполняем политкой. Все нужно здесь. Очень жестко мы сейчас строимся. Очень неплохо нам сейчас накинули винтовок и заводов. Да, мы вполне себе сможем сделать одну полноценную армию. И вторую уже начнем делать к войне. А война у нас уже совсем скоро. Тут осталось буквально несколько фокусов. Все, пацане еще один ивентик на плюс фабрику. Классно. Еще и 20 политки нам накинули. Ставим себе на флот. Теперь сюда советника. А, нам нужно было еще одну и сюда тоже сейчас поставим. Тоже вот этого вот парня. Что нам опыт морской тоже нужен. У нас, как ни странно, есть на самом деле не маленький до старта флот. Мы потихоньку добавляем сюда легкие крейсеры. Возможно, добавим попозже еще побольше. И я планирую им прям боевать. Скорее всего, мы еще вот этих ребят заберем. Вот этот флот. И в принципе, в сумме уже, ну, защиты берегов мы сможем оказывать. А нам, напомню, нужно будет еще вот эти территории вернуть. Скорее всего, победить Антанту ради этого. Так что, да. У нас тут еще флот понадобится. Сейчас гражданская война в Испании. Ну, нам не сильно прям что-то там интересно. Но вот эти красные ребята нам в среднем всегда такие. На позитиве мы к ним будем относиться. Кстати говоря, Бельгия стала левой. Швеция и Норвики стали левыми. К сожалению, я как будто знаю этого парня. Если вы знаете, тоже напишите в комментах. И да. Тут прям... Прям в Германии страшно должно быть. Посмотрим, что будет дальше. Еще один ивентик от мафии. Наши контракты дома либо за рубежом. Фабрика либо инфраструктуры. Да, конечно же, фабрика. Однозначно. У нас уже промка такая. Смотрите-ка. 16 фабрик, 10 военных заводов. Уже как будто... Я бы сказал, больше, чем у этих ребят. Мы сейчас еще подстроим. Мы сейчас еще, может, и получим чего-то. Да, вон там вот военный завод еще будет. Отлично. Гробки убийства. Противники мафии погывают при разных обстоятельствах. Какой ужас. Да, да. В Италии ничего не происходит. Нам бы, кстати говоря, сюда Атташи закинуть. Я это и сделаю. Это нам тоже очень много опыта, я думаю, накинет. Мы так получаем по 06, считайте, ежедневно. А тут еще сейчас и из Испании будем фармить. Нас док закроются просто супер быстро. Исавойский кризис разрешен, а Швейцария не стала левой. Ну, это было бы, наверное, слишком сильно для этого интернационала, потому что он уже занимает, ну, очень много территорий и очень много границ в городской Германии. Так, наши правоохранительные органы готовы. И теперь создаем наказание мафиози для дисциплины. Еще очень жесткий баф для нашей армии. А тут в Балгарии начинается замес. Ну, ничего особенного. Ничего такого, что нам бы было интересно, честно говоря. Еще один ивентик. Ух, как приятно фабрики так получать, ребята. Очень приятно, очень. Мафиози готовы, и мы уже почти готовы нападать. А начнем мы, наверное, вот с этого фокса, или это нет, конечно же, с промки. Еще одна фабрика, и военные зовут от нее карты. Кайф. А тем временем, Хирохита умер. Действительно неожиданно. И вот мы уже делаем кодекс чести, после которого мы сможем восстановить, так сказать, нашу Италию под правильным лидером. Так сказать, мы точно думаем о своей семье. Это видео точно не проспонсировано Домиком Торрента ни в каком виде. Кодекс чести есть. Есть еще криминальная ось, кстати говоря, которую мы, возможно, сможем вот эти страны позвать попозже. Но это если не победят. Вообще, что, как дела нация Ислама? Сразу вижу, забавная ситуация здесь происходит. Ни в каком-то, кстати говоря, имеют как будто шансы победить. Да, они имеют неплохой ключ с промки, но это часто так и бывает. Посмотрим, как реально все закончится. Как правило, обычно Тихоокеанские Штаты все-таки самые плюс-минус сильные. Мы скоро узнаем. Я бы даже, наверное, им чем-нибудь помог после того, как мы разберемся здесь. Итак, сразу после этого Фокса мы объявим им войну. Даже у нас не будет возможности подумать или еще что-то сделать. Меня это, в принципе, устроит. А вот мы и ПТО начинаем производить. В общем-то, дивизии потихоньку превращаются в такие более-менее солидные. И война началась. Но продолжим мы ее уже в следующей серии. С вами был Дубгей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Любите свою семью. Напоминаю, это видео точно не проспонсировано Домиком Туреттом. И всем пока. До скорых встреч.